Итак, ребят, всем привет! Как обычно, на связи команда ММА Бэтс. Меня зовут Роман, естественно, здесь Андрюха. Привет, Андрей! Всем привет, ребят! UFC 247, собственно, у нас номерной турик ожидается в конце недели. Ну, он здесь, карт претерпел некоторые изменения, да, там бойцы травмировались, некоторые бои отменялись. Кто бы мог подумать? Но все-таки, да, все-таки путем замен, путем подписания всяких новых персонажей укомплектовался карт. Ну, собственно, с новеньких мы и начнем, да? А, ну нет, хотя по сайту UFC первого боя нету, да, но мы с него все равно начнем. На сайт UFC еще не добавили, тут все как обычно. Ну, опять же, кто бы мог подумать? Все по классике. Итак, первый бой при Лиме Остин Линго против Юсефа Залава. Ну, абсолютно для болельщиков UFC, скорее всего, неизвестные персонажи, так как ранее они выступали в ЛФА. Оба они здесь будут дебютировать. Остин Линго 7-0. Ему 25 лет. Ну, как я и сказал, вся практически карьера прошла в ЛФА, причем он еще в любителях там дрался. Весьма агрессивный боец, просто с тяжелейшим ударом, любит идти вперед, любит бить и, как правило, тяжело попадает. Его бои очень быстро заканчиваются, Андрюх, вот реально 25 секунд, 25 секунд, 13 секунд прям, ну, тяжело некоторым соперникам его приходится. В любителях было поражение, как раз-таки нокаутом за 18 секунд, ну, ввиду вот этого его агрессивного стиля. Ну, как раз не изменяет своим традициям. Да. Ну, собственно, было пару боев, которые до решения доходили. Ну, я хочу заметить, что немножко подустает к третьему раунду, хотя тут, опять же, они проходили под его диктовку, поэтому сильно прям просадки по кардио здесь не было видно. Ну, и оппозиция, опять же, замечу, ну, крайне слабая. Вот реально здесь выделить просто практически некого. Ну, в любом случае, посмотрим, что он может. Боец в любом случае, это очень яркий, это ударник. А, ну, еще, кстати, замечу, что несколько раз его переводили, и переводили достаточно легко, благо ему удавалось вставать. Собственно, его соперник, Юсеф Залал, 7-2, ему 23 года. Также выступает в основном в ЛФА, практически всю свою карьеру провел. И по нему я могу сказать, что у него, ну, как минимум, его оппозиция лучше. И, собственно, вот есть у него два поражения от Мэтта Джонса, от Хосе Морискаля. Оба поражения в борьбе он получил, но я хочу заметить, что это были очень прям близкие бои. Вот реально от Мэтта Джонса с плитом он проиграл. Морискалю хоть и единогласным, но это был крайне близкий бой, где тоже, как мне кажется, могло коснуться в другую сторону. Залал там вторую половину боя забрал. У него, в принципе, с кардио очень даже все в порядке. Вот, но в основном, я бы сказал, что он универсальный боец, хотя очень часто борется и часто применяет именно этот компонент в своих боях. Ну, собственно, вот такие вот здесь два дебютанта. И вот что интересно, да, Остин Лингу достаточно крупный фаворит. Ну, в среднем вот 1,45 где-то идет. Юсеф Залал сейчас 2,7. Коэффициент постепенно падает. Еще вчера трешка была на том же Пинокле. В общем, Андрюх, вот такие вот ребята, что думаешь здесь? Ну, ты правильно заметил то, что у них, по сути, еще достаточно такой низкий уровень в плане известности. Мы не слишком хорошо можем и подробно обсудить этих парней и рассказать о том, в чем действительно силен один, в чем действительно силен другой. Но кроме того, что ты заметил, что у первого парня действительно присутствует нокаутирующая мощь. Он резкий такой, пытается постоянно финишировать. Ну, это все, что можно, по сути, о нем сказать. Да, наверное, это послужило таким достаточно сильным фактором для того, чтобы выставлять его фаворитом. Потому что такие парни часто выглядят перспективными и более прогрессивными с точки зрения будущего. Ну, а по факту может все получиться совсем иначе. Мы все знаем, как порой бойцы дебютируют. И совершенно может это быть невыразительный поединок. Но я все же надеюсь, что он выступит хорошо и покажет очередной интересный финиш. Да, ну, собственно, да. Я еще хочу заметить, да, что UFC у нас в Техасе пройдет. Остин Линга как раз-таки из Техаса. И, собственно, да, действительно боец очень яркий. И еще хотел заметить то, что по Золалу, несмотря на то, что нет у него досрочных поражений, его уже потрясали в бою. И, собственно, вот, ну, как мне кажется, да, на бумаге Золал как бы получше, так как у него есть борьба, он более разносторонний, у него лучше кардио, у него лучше оппозиция. Но вот есть как бы, да, один момент, который все это может перечеркнуть, это тяжелый удар. Да, как в анекдоте, да, но есть нюансы. Да, поэтому, собственно, здесь бой дебютантов, здесь мы посмотрим, да, что они покажут и будем двигаться дальше. Собственно, переходим к следующему бою. Этот бой у нас уже есть на сайте UFC. Андрея Вэлл, Джонатан Мартинес. Ну, это парни, которые уже провели в UFC несколько выступлений. В принципе, о них можем кое-что сказать. Андрея Вэлл, 15-6, ему 32 года. И, собственно, в UFC он спокойненько просто чередует победы и поражения. В 2018 году в конце дебютировал с Ренном Барао. Проиграл там первый раунд, забрал остальные два с плитом, выиграл бой. В борьбе проиграл Натаниэлью Вудус. В третьем раунде Вудус сумел его сабнуть. Затем выиграл Андерсона Дос Сантоса. В крайнем бою встречался с Марлоном Верой. Ну, Марлон Вера это достаточно интересный боец. Набрал сейчас просто превосходный ход. Ну, как мне показалось, просто задавил он Ивэлла. Просто задавил. И в третьем раунде смог удосрочить. Просто уничтожил его, забил. Что касается Джонатана Мартинеса. Он также, как я и сказал, провел уже в UFC несколько боев. 11-2 сейчас его рекорд. Ему 25, он помоложе. И дебют для него сложился неудачно. Он проиграл Андресу Кантату единогласным решением судей. Ну, собственно, сейчас идет на стрики из двух побед. Вулиджи Бурена выиграл решением. И Пингуана Ли в третьем раунде нокаутировал. Ну, как я и сказал, ребята немножко более, как бы, уже известные. Да, но здесь кэфы близкие. Андрей Вилл небольшой фаворит. В среднем за 1,8. Мартинес 2,05. Андрюх, что думаешь по такому бою? Ну, вот по такому бою я думаю, что здесь достаточно удобный соперник для Андре, который мне, как боец, нравится. Он крупный для своей весовой категории. У него отличные руки. У него есть нокаутирующая мощь. И в целом это боец с достаточно ярким зрелищем, но у него есть объективные проблемы в виде его борьбы. Но в данном случае это, скорее всего, не сыграет никакой роли, потому что Мартинес также является в первую очередь ударником, агрессивным ударником, который старается наседать на своих соперников и идти вперед. Здесь, я думаю, это достаточно удобный момент для Ивела, который достаточно неплохо умеет пользоваться своими конечностями в целом антропометрии. И, я думаю, проваливать Мартинеса и встречать его своими тяжелыми ударами он вполне способен. И здесь все-таки я склоняюсь к тому, что у него получится доминировать на протяжении всего поединка, либо завершить досрочно в конце второго или начале третьего раунда. Да, ну, здесь я с тобой соглашусь. Собственно, коэффициенты близкие. Мне кажется, есть смысл здесь за Андре и Вэлла притопить 1,8. Ну, мне в первую очередь бросается то, что, ну, как минимум, в UFC-то оппозиция у него намного лучше была и проявлял он себя лучше, как мне кажется. И действительно, опять же, соглашусь, я думаю, достаточно удобный здесь соперник для него. Ну, собственно, смысла, наверное, нет здесь дальше заостряться. Перейдем к следующему бою. Доминго Пиларте, Джурни Ньюсон. Доминго Пиларте, начнем с него, да. Это боец, который пришел через контендерс. Ну, в последнее время очень много таких бойцов в UFC. В контендерс, ну, скажем так, относительно себя неплохо показал. Там у него были маленькие в кавычках проблемы, но все-таки он удосрочил соперника во втором раунде, сабнул. До этого выступал в организации ЛФА, ну, мы уже про него говорили, там у него, кстати, был очень близкий бой с Адрианом Янисом. Там Янис его потряс и прям близок был к забитию, но Пиларте все выдержал и сплитом бой выиграл. В дебюте UFC встретился с Филиппи Каларисом, который, ну, как раз-таки именно в джиу-джитсу хороший. Он навязал Пиларте вот этот свой стиль, борьбу, забрал начало боя, но вторую половину забрал Пиларте, но для победы этого не хватило сплитом, он свой дебют в UFC проиграл. Собственно, что касается его соперника Джорни Ньюсон, 9-2 его рекорд, ему 30 лет, и, собственно, в UFC также провел один бой, проиграл его, встречался с Рикардо Рамосом и проиграл единогласным решением судей. В общем, здесь точно такие же, как в прошлом бою, коэффициенты. Пиларте 1,8, Джорни Ньюсон 2,05. Андрюха, как думаешь, за кого здесь стоит притопить? Знаешь, здесь у меня смущает вот один момент, то, что Пиларте существенно будет превосходить в антропометрии росте своего соперника, но Ньюсон мне достаточно сильно понравился своим выступлением против достаточно такого опасного и, не побоюсь этого слова, наверное, одного из самых неудобных в дивизионе оппонентов для дебюта, Ньюсон показал себя там достаточно неплохо. Ведь, по сути, это Рикардо Рамос – это боец, который прекрасно обладает навыками в джиу-джитсу, он отлично себя чувствует на земле, очень хорошо себя чувствует в стойке, у него опаснейшие удары, опаснейшие удары и в классическом виде, и с разворота, и плюс ко всему он также обладает отличной антропометрией. И Ньюсон, хоть и проиграл тот бой, но смотрелся там достаточно активно, пытался также наседать, как-то поднимать темп и использовать какие-то моменты в свою пользу. Да, пусть это была и неудача, но все-таки, мне кажется, как боец он превосходит Доминго Пиларте на сегодняшний день, как минимум потому, что он показал сейчас. Да, это может ошибочное осуждение на фоне одного боя, но, с другой стороны, у нас, по сути, больше, как таковой, актуальной информации-то и нет. Я думаю, то, что он сможет навязать борьбу и выиграет Пиларте единогласным решением. Ну, вот здесь редкий случай, Андрю, когда я не соглашусь с тобой, здесь я за Пиларте. Ну, в первую очередь, я замечу, что по габаритам значительно прям больше будет Пиларте, прям это будет заметно. И в целом Ньюсон, ну, вообще ударник, он реально себя, кстати, неплохо показал в бою. Я вот честно, я ожидал, что его Рамосу досрочит, но такого не было, он реально показал хороший бой. Мне его борьба нравится, вот хоть он там ударником и является в какой-то мере, я думаю, то, что для Пиларте это будет достаточно такая тяжелая задача. Ну, Пиларте, как бы он сам в основном борется, я думаю, габариты здесь ему помогут. В прошлом бою был, как мне кажется, просто максимально неудобный для него соперник, а здесь же, я думаю, для него должно сложиться все иначе. Как мне кажется, в борьбе он здесь должен быть лучше. Ну, в принципе, да, это особого значения не имеет, вы можете притопить за одного, притопить за другого, это ваш личный выбор. У нас вот, как вы и хотели, наконец-то мнение разделились и вы можете об этом написать какой-нибудь праздничный комментарий, достать шампанское, наконец-то это свершилось. Ну, бывает и такое. Ну, ладно, я больше не буду. В общем, перейдем к следующему.